Россия теряет крупнейшего партнера в Средней Азии, Казахстан. Именно Казахстан объявил о стратегическом сотрудничестве с Соединенными Штатами. Крупнейшая экономика на постсоветском пространстве Средней Азии и ключевой член Кремлевского военного блока ОДКБ берет курс на отдаление от России, которая стала токсичным мировым изгоем после вторжения в Украину. Так пишут мировые СМИ. Казахстан намерен развивать стратегическое сотрудничество с США и Западом, заявил президент страны Касым Жорма Токаев в ходе встречи с госсекретарем Энтони Блинкином, побывавшим с визитом в Астане. Мы готовы к дальнейшему развитию этого сотрудничества, сказал Токаев, добавил, что благодарен американским властям за поддержку независимости, территориальной целостности и суверенитета. По словам Токаева, Казахстан отмечает надежность и долгосрочный характер партнерства в области безопасности, энергетики и торговли, но также и инвестиций. Конечно, он ждет инвестиций в свою страну, чтобы развивать свою страну. Такие инвестиции, когда они большие, громоздкие, громадные, масштабные, то эти инвестиции развивают страну, работают на развитие бизнеса, на развитие структур страны. В это же время США со своей стороны намерены вкладывать в разведку полезных ископаемых в Казахстане. Как сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики, соответствующий меморандум подписали председатель комитета геологии Мининдустрии Ерлан Акбаров и посол США Дэниел Розенблюм. Помимо Такаева, Блинген встретился в Астане с лидерами других центрально-азиатских стран Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а затем запланировал его отдельный визит в Ташкент. Цель администрации Джо Байдена в том, чтобы укрепить свое влияние в регионе и убедить бывшие республики СССР не помогать Кремлю в обходе санкций. Рассказывает так The Wall Street Journal, а за прошедший год Тукаев посетил Турцию, Саудовскую Аравию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, чтобы наладить торговые отношения и привлечь инвестиции. Также Казахстан старается заместить Россию на европейском рынке нефти, в том числе в обход российской инфраструктуры. В ноябре Астана объявила, что увеличит экспорт нефти через Каспийское море на полтора миллиона тонн, поставляя ее через трубопроводы Баку-Джейхан. По словам Токаева, поставки по нему в итоге могут вырасти до 20 миллионов тонн. Также правительство Казахстана подписало договор с немецкой Swevin Energy Group о строительстве одного из крупнейших в мире заводов по производству зеленого водорода. Согласно плану, через 10 лет он сможет удовлетворить пятую часть импортных потребностей Европы в новом топливе. Такая позиция нравится Вашингтону, где посчитали, что появилась возможность укрепить свои позиции в регионе, который был связан тесными узами с Россией и развивал связи с Китаем. Администрация США поощряет действия Казахстана. Ранее Вашингтон помог перевести в собственность Казахстана три местных подразделения, оказавшихся под санкциями российских банков, выдав соответствующее разрешение. Друзья, ну давайте просто посмотрим на карту. Китай рядом, Россия рядом, Соединенные Штаты далеко. Что о себе думает Такаев? Мы не знаем, что он думает. Сказать о том, что Такаев сам чего-то думает, друзья, довольно сложно. Сказать, что он сам себе о чем-то думает. Что на него давит Кремль и он имеет, вернее продолжает свои связи с Кремлем. Я не сомневаюсь, друзья, в этом. Единственное, что в Кремле сейчас раздрай, и эта кувалда со скрипкой пришла в Кремль. Даже в Кремль не пускают пока, но почему-то командует парадом в стране. И здесь, конечно, могут быть много вопросов у людей разного ранга и разных стран. Я думаю, что у американцев также много вопросов, ведь они когда-то судебными исками обращались к Пригожину, хотели посадить его на скамью подсудимых. А сегодня Пригожин у нас играет кувалдой на скрипке и совершенно спокойно все ему сходит с рук. Он теперь у нас занимает роль негласного президента. И как бы там ни говорили, Кириенко может быть только беей своего рода, но никак не президентом. Президентом Кириенко никто не назначит, друзья. А президентом пока будет Путин. Он всех пока устраивает. Когда что-то определится, потом назначат нового президента. Но чем кувалда не президента? Вот Папа Римский, его папа президент, да, Ватикана. А почему сын не может быть президентом Кремля? Ну вот как бы вы так вот рассудите, да, сами себе рассудите. Папа Римский, президент Ватикана. А сын? И сын, соответственно, становится президентом Кремля. Худо-бедно, так, знаете, рыбкой-рыбкой вплыл. Ведь у нас сети рыбака, обозначенный рыбак на кольце каждого Папы, который подгребает Ватикан под себя. И души ловит христианские в своей сети рыбака. Кольцо об этом говорит. Да кольцо вам для чего вообще, друзья? Откройте глаза. Там же все нарисовано. Сети рыбак он ловит в ваши души христианские. Но почему же, извините меня, почему же его сыну, который хочет, претендует, вернее, на Кремль, не ловить души, пока зыковские души, он в большом объеме, да, на радугу подгребает, конечно, под себя. Это тоже работа, это большая работа. Так что он вполне себе. Там Папа Римский сидит и в Италии, и в Ватикане. Руководит христианским миром католическим. А здесь сидит другой сын, который вполне себе может руководить христианскими душами, уже православными. Почему бы и нет, друзья? Все же это так просто, так замечательно и легко и просто, что даже вот смотришь на такие вещи и думаешь, как они креативно работают. Вот вы понимаете, друзья, мы привыкли работать клише, вернее, вы привыкли, да и многие, я тоже, наверное, работаю так, как завещал, да, нам наш образовательный процесс в Советском Союзе. Но когда вырываешься из этого образовательного процесса Советского Союза, то ты понимаешь, что у тебя открывается совершенно другой мир. Ты можешь делать совершенно неадекватные движения, решения. И уже тогда, друзья, вам море по колено. За вами никто не уследит, за вами никто ничего не сможет вам поставить под ножку, Потому что вы будете идти то тихо-тихо, мирно, мерно, как, знаете, в лесу, так как лиса шагает, чтобы не слышно было скриповеток под лапками лисы. А то, как медведь в бореломе, можно идти в посудную лавку и бить всю посуду. Ведь это тоже не клише. Это такие, надо сказать, вполне неадекватные решения, которые от вас никто не ожидает. И вот на своих конференциях я учу как раз неадекватным решениям. Друзья, приходите на Бусти, мы там обсуждаем много вопросов. Они абсолютно на голову не натянешь, потому что они из другой сферы. Они из реального мира. А вы живете в мире лапши. А вот когда вам показывают реальный мир, записывайтесь на Бусти, там внизу ссылочка есть на Бусти. И вы тогда увидите, каков же настоящий мир, где вы живете. И вот я на своих конференциях, в своих рассказах, в своих уроках, я учу делать неадекватные шаги, совершенно ненормальные, которые не вписываются в систему. Если вы в систему не вписываетесь, значит матрица вас не сможет поглотить. Значит, все, что матрица задумала против человечества, оно вырвется. Да, из-под контроля матрицы. И таким образом ничего не получится у матрицы. И пусть там себе Ной делает свой Ноев ковчак со своими зверушками, каждой твари по паре. А вы должны сами подумать о себе, о своей семье и укрыться, скрыться пока в нормальное место. Пока мировая революция сейчас будет идти по миру. А ведь по миру идет мировая революция. Война это и есть революция, это перестройка мира, перестройка матрицы. Но если вы будете думать, что вы нужны как удобрение в своей собственной стране, друзья, то да, конечно, вы можете тоже, это ваша судьба, вы вправе ею распоряжаться. Но если вы не хотите быть удобрением в собственной стране, тогда обращайтесь ко мне, я подскажу вам, куда можно поехать, в какой стране. Именно вам будет хорошо. Что ни какому-то дяде Пете на 10 человек невозможно дать предсказание. У каждого человека своя судьба. И каждый человек по-своему оценивает свое благосостояние. И каждый человек по-своему должен спастись. Вы понимаете, одного рецепта на всех нет. Его и не может быть. Потому что у каждого из вас разная судьба. А раз разная судьба, значит и различные дороги безопасности к миру, где вы можете спасти саму себя, свою судьбу на какое-то время. Пусть это будут только 5 лет, где вы проживете счастливо или несчастливо, но вы спасетесь в этой земле. А если вы, друзья, хотите просто, скажем, получить список, как мне некоторые пишут, список стран, где можно спастись, да нет такой страны. Ни в одной стране мира вы не сможете спастись. Везде одинаковая политика идет. Абсолютно одинаковая. Но в какой-то стране именно эти люди, эта семья может спастись в этой стране. А вот этот молодой парень может спастись там. Может быть, еще одна страна ему выпадет. Но не более. А все другие. А все другие, друзья, ну, получается, вы пожинаете плод свой собственный. Вот что вырастили вы на дереве, вы вырастили гнилое яблоко. Значит, вы не можете, вы не можете просто воспользоваться трудами других, чтобы найти себе место под солнцем, где вы можете спастись, спасти свои души, чтобы ни Папа Римский, ни его сынок, который кувалдой играет на скрипке, не поймал в сети ваши души. А ведь именно об этом сейчас идет речь. Именно за этим идет охота, за вашими душами. Поэтому вы, друзья, каждый к себе отнеситесь серьезно. Каждый к себе отнеситесь с любовью. Если вы хотите жить, то вы должны понимать, что для всех одной страны не может быть. А для каждого своя судьба и своя карма. Обращайтесь в личную почту. Я Таня Карацуба, Сеидбургхан.